Все отлично. Единственное, что я сейчас в дороге, мой первый перелет после карантина, так что я сейчас нахожусь в Штутгарте, встреча за встречей, потихоньку оживает Европа, так что все хорошо. Хорошо, друзья. Ну что, у нас сегодня такой знаменательный день. Сегодня подходит к концу забег наш на Клуб Победителей. Это, значит, наша программа, которая дает возможность всем, кто вошел в этот клуб, увеличивать свой MaxLoft. На самом деле у нас есть одна хорошая новость, одна не очень хорошая, да, не очень хорошая новость, что сегодня все заканчивается и, ну, вот так. А тот, кто попал, те большие-большие молодцы. Вы показали просто неимоверное усердие. Я знаю просто, как ребята, наши партнеры, уважаемые, трудились по 20-40 звонков за день. Но это, конечно, очень круто. Ну и, конечно, нашли хороших лидеров, хороших, сильных людей, которые пришли, которые действительно сейчас покажут неимоверный класс именно построения структур, дублицирования. Ну и это, конечно, даст новый приток сил, энергии в наше сообщество. Ну а мы, с другой стороны, все строим, нашу платформу заключаем. Очень интересное партнерство. Люди, когда слышат о нашей платформе, у них волосы на голове дыбом становятся. Я, конечно, не могу за ними угнаться, но вот так. Да, у нас на самом деле много победителей, которые вошли в клуб победителей. Действительно, каждый партнер, каждый спонсор знает своих героев. Мы данные актуальные получим не сегодня, мы еще будем делать подсчеты. Заранее поздравляю, молодцы. То, что вы попали в клуб победителей, это даст вам очень-очень много. Может, вы сейчас еще не ощущаете, но я думаю, что уже в ближайшее время вы увидите, насколько круто это быть в этом клубе и действительно, какие преимущества он приносит. Ну что, у нас, так, потихонечку, потихонечку подходим. Так, ну, он также у нас сегодня, так, какое число? Это у нас 29-е. Завтра по графику наша акция подходит к концу. То, что у нас места дают, я думаю, на прошлом вебинаре вам хорошо подробно объяснил. Коротко сегодня давайте я просто задам вопрос, о чем вы хотите сегодня поговорить, да, или на какую тему я должен сегодня коснуться. Напишите в чат. У меня с собой волшебный карандаш, который может рисовать самые интересные картинки. Так. Минтер не работает. Ну, совсем, на самом деле, это не так. Он у нас сегодня достаточно хорошо заработал. Пока еще не полностью, не на 100%. Но, опять же, я сказал, что наши изменения в блокчейн, они сейчас касаются именно минтинга. И коснулись нашего, скажем так, нашей фермы. Пришлось нам залезть в код. Операция на открытом сердце. Я вам сообщение в чат всем дал. Сказал, что могут быть происходить какие-то сейчас неравномерности. Но это нормально, потому что сейчас ведутся работы. И мы, насколько я знаю, Игорь, поправь меня. Плюс-минус. Сейчас уже практически все перенастроили. Перенастроили, и минтинг, в принципе, сейчас должен в большей своей части работать. Да, абсолютно верно. То есть из-за того, что мы проводили работы на блокчейне, сейчас огромное количество людей, конечно же, одновременно нажимает на кнопочку «Get Mint», либо же «Получить доход». И, следовательно, абсолютно всех в единопременном моменте невозможно услужить. Поэтому, как только нагрузка на сеть немножечко спадет, тогда сразу же, как и раньше у всех, будет каждый день абсолютно без каких-либо проблем нажать на кнопочку «Mint Now» либо же «Получить доход сейчас» – все будет работать. Пока что просто из-за того, что очень-очень много людей, из-за того, что была маленькая пауза в перерыве, в технических работах, ну, ее просто надо пережить день-два, и все будет как полагается. Смотрите, друзья, здесь вопросы такие интересные задают. Еще раз по биржам. Я хочу вам сказать, что мы сейчас находимся в техническом процессе внедрение технологии в нашу блокчейн для запуска финансовой платформы. И также интеграции мест. Места, которые мы подарили вам в качестве, ну, в частности, в рамках акции. Это технология, которой вообще на рынке нет ни у кого. И она не может просто так родиться, потому что нам нужно… Знаете, мы сейчас… Представьте, такая вещь. Мы зашли в код. Пока разбирались, опять же, вот как сейчас говорят, минтинг не работает у нас. У нас запустились фермы в декабре 2019 года. Запустились где-то 80% работает, 20% не работает. 80% людей довольны, счастливы, 20% несчастливы и недовольны. Мы начали разбираться с минтингом, залезли в самые недры кода. И там мы поняли, что блокчейн, в котором хранятся транзакции, в котором хранятся комиссии, он не просто какой-то там сгусток кода, а мы можем эти сектора, да, мы можем образовывать из них специальные ячейки. Я сейчас не буду вас техническими терминами забрасывать. И эти ячейки повторяются каждый день. Значит, в принципе, блок каждый день одинаковый, только он пустой, как поезд. В одну сторону идет, обратно возвращается пустой. В одну сторону идет с посетителями, обратно возвращается пустой. И мы можем вот эти вот места, вот эти вот ячейки, мы их назвали блокчейн-места, потому что, ну, действительно, транзакции и комиссии, ну, как бы едут, да, как гости, каждый день являются пассажирами. И мы сейчас определились с технологией, как эти блокчейн-места… Сейчас, смотрите, что, по-моему, здесь пикает постоянно. Секундочку. Это WhatsApp, извиняюсь. Сейчас это я уберу все. Мы определились с технологией, что мы можем вот эти вот блокчейн-места, вот эти сектора, ячейки, мы можем их идентифицировать, да, вот как, ну, выдать каждому паспорт, да, или там, как контракт на владение, вот как жилье, да, вы когда начинаете владеть жильем, квартирой или там офисом, или еще недвижимостью, вам выдают контракт на то, что вы владеете, да, на… как она, форма собственности, не знаю, как по-русски это говорится. И нам нужно составить это тоже, да, нам нужно задокументировать на блокчейне право собственности за… выдать ID, да, как, я не знаю, как номер счета, например, да, или еще что-то, ID. И плюс закрепить за этим ID персону, да, персонализировать, идентифицировать и персонализировать места. Никто этого не делает. Поэтому, пожалуйста, не ожидайте от нас, что это будет, ну, вообще, налегке и все просто. И вот оно раз, вот по мгновению, да, вот вы щелкнули пальцами, оно вдруг появилось, это тяжелейшая работа, которая, которая, знаете, ну, это как вот, как хирург делает, вроде кажется, да, что там, а на самом деле, ну, это же просто филигранный труд, да, который там производится. И нам ниоткуда посмотреть, мы не можем ни у кого это скопировать или еще что-то. Мы действительно сейчас это самостоятельно внедряемся. Наши техники, наши инженеры тоже делают это в первый раз. И мы можем накосячить, да, мы сделаем, мы откатимся, если накосячим, еще раз, потом еще раз откатимся, если нужно будет. Ну, пока тьфу-тьфу-тьфу, все идет хорошо. Но опять же, вот у нас, например, мы сейчас там залезли в минтинг, что-то сломалось, да, там баг появился, минтинг там на три дня перестал работать. Сейчас мы его плюс-минус восстановили, да, мы должны понимать, что мы сейчас работаем именно в коде. И если мы не проведем эти работы, никаких мест не будет, потому что должны понимать, что код – это единички и нолики, вот они постоянно где-то единичка, где-то нолик. И это мы сейчас визуально это себе можем так представить. Но пока мы оградим эту ячейку, вычленим ее, то, конечно, это очень серьезная работа, очень серьезный труд. Поэтому, друзья, мы сразу сказали, что мы будем делать обновление блокчейна, мы отвалимся от бирж, я это сразу сказал, на 3-6 месяцев после завершения работ. Вот весь софт проапдейтится, мы снова восстановимся на биржах. Опять же, мы не отвалимся от всех, у нас будут присутствовать как минимум две. Пока мы только что, только отвалились с BitForex, остальные биржи еще держатся и торгуются, поэтому все нормально. И как только эти работы закончатся, мы полностью снова наш код проапдейтимся. Опять же, у нас нет смысла его апдейтить каждый месяц или каждую неделю. Но уже это денег стоит. Никто бесплатно не работает, биржи тем более. Мы не хотим, если мы знаем, зачем мы будем платить сегодня, если мы знаем, что через неделю или через месяц опять можем отвалиться. Но это просто сжигание ресурсов, которые мы можем потратить на другие вещи. Поэтому до того, как мы сейчас внедрим нашу технологию, мы запустим нашу финансовую площадку, которая совсем по-другому подойдет к спросу, который присутствует на рынке. Мы сегодня вели первые переговоры с такими большими дяденьками, которые действительно управляют большими капиталами, большими активами. Они действительно профессионально этим занимаются. Интерес просто феноменальный. У людей вот такие вот глаза. Они когда начинают понимать, что с этим возможно, включается вот этот механизм в голове, который уже не остановить, и они сами начинают накидывать идеи, а вот это можно, а вот это, а вот это, а вот это. Да, вот это все возможно. Давайте работать. Такой наш месседж, с этим мессенджем, такое наше сообщение, и с этим месседжем они идут. Они идут думать, что же можно сделать. Поэтому, друзья, нисколько не волнуйтесь, вы пришли в этот бизнес не для того, чтобы заниматься трейдингом, я надеюсь. Если хотите трейдовать, не проблема, закупайтесь коинами, будет у вас возможность трейдингом заниматься. Но опять же, наш продукт – это пассивный доход на следующие 10 лет. И моя задача – им вас обеспечить. Опять же, я не могу сделать всех счастливых, кто-то будет несчастен со мной, скорее всего. Но большинство людей будут довольны, счастливы и говорить, что это самая крутая вещь, потому что у разных людей разные цели. Кто-то пришел быстро срубить денег. Ну, друзья, вы знаете, что это не тот бизнес, где можно быстро, быстро срубить денег. Опять же, на трейдинге как быстро зарабатываешь, так и быстро теряешь. Нет еще, я не знаю лично каких-то трейдеров, которые стали супер-супер богатыми за счет этого. Но это единицы. Это талант. И опять же, это такие же люди, которые на акциях все так же поднимаются на том же Форексе или еще на чем. Здесь просто инструмент другой. Нормальный человек, он не поднимет на этом рынке больших денег. И, скорее всего, больше потеряет, чем заработает. Мы делаем технологию для нормальных людей, для простых людей, которым не нужна даже биржа. Которые получатся с карту в руку, у них будет добывающая машина дома, ферма. Они загрузят ее монетами. И то, что будет оттуда выходить, они будут загружать в карту и ходить в магазины, рестораны, тратить, расплачиваться и наслаждаться жизнью. Потому что ферма работает на них 10 лет. Вопрос, верю-не верю, решается очень просто. Качаете ферму из App Store, качаете кошелек из App Store или из Google Play Market, заполняете его монетами, на следующий день нажимаете, и у вас уже начинает капать пассивный доход. Опять же, всю инфраструктуру для этого мы тоже построили. Сейчас мы ее запускаем. Игнорировать корону нельзя. На 6 месяцев она нас подвинула. Такое случается. Весь мир сейчас в агонии. Корпорации огромные закрываются. Мы ни на сколько не пострадали. Чуть-чуть у нас планы подвинулись. Опять же, не из-за нас, а из-за наших поставщиков, из-за тех людей, которые с нами на удаленке или как вендоры, или как организаторы работают. Просто у них остановился бизнес. И мы, хочешь ты не хочешь, тоже от этого зависим. Возьмем те же самые боксы, которые просто на 6 месяцев у нас сдвинулось все. Так. Да, подарочные фермы с 1 июля мы будем забирать. Мы будем их отзывать. Кто не успел, тот опоздал. Ну, что теперь? Такая судьба. 10 монет, если не нашлось 50 евро, чтобы сохранить ферму на 10 лет, значит, вам это не важно. А если вам это не важно, ну, что я могу сказать. Так. Так. Вот. Хорошо, друзья. Смотрите, мы не будем сейчас разводить тысячу вопросов, потому что, опять же, вопросы по голосам я ответил. Как только будет Exchange 2.0, мы будем каждый раз отвечать. По пеннингу я тоже все сказал. Еще целый год у меня есть запасы, чтобы эти вопросы все решить. Поэтому на этом вебинаре это тоже не решится. Мы, опять же, выстраиваем стабильную инфраструктуру. Если мы ее не построим, ну, ничем хорошим это не закончится. Поэтому подгонять меня не нужно. Я и так тороплюсь. Я и так бегу с такой скоростью, с которой никто не бежит. На рынке нет такой монеты, которая бежит с нашей скоростью, которая продуцирует столько продуктов. Опять же, можно сказать, что вот у биткоина тоже есть инфраструктура. Так у биткоина, вокруг биткоина, рынок сам выстраивает инфраструктуру. А нам приходится это делать самим. Плюс приходят регуляторы, выпускают новые законы, эти KVC, ML бесконечные, которые обкладывают компанию. Ну и тому подобное. Ужесточение всех правил. Это тоже все касается и нас. Но, опять же, только в той мере, как компанию. А сам Коин это все не коснется. Вы увидите, что все, что будет нельзя другим, будет можно нам. Нам это уже можно. Что нельзя другим, где они тот же тон, на чем погорел, та же Libra, на чем, как говорится, остановила свою работу. Мы спокойно идем. И у нас в этом плане все хорошо. Так. Так. Вспышка в соседней деревне. Мне надо купить телефон. Так, хорошо. Это мы посмотрим. Да, все. Я думаю, что, опять же, сейчас у меня тут сильно нет таких вопросов. Хорошо. Дело в том, что сейчас у нас две вещи, которые очень важны. Это наши места, потому что места, которые вы получите в свое распоряжение, опять же, у нас есть два вида, три даже вида мест. Первый, который за боксом, их еще в Dashboard нет, и они не появятся, пока у нас не освободятся руки для этого. Потому что у нас есть задачи более приоритетные, чем внедрение этих мест, которые все равно сейчас еще несколько месяцев займет, но мы его по плану все внедрием. Дальше. Места, которые были в самой первой акции, которая за PlatinCoin, это тот же самый, тот же разряд, который относится к боксам. Дальше у нас есть места, которые из Limited Edition, и эти места, конечно, все уже у вас в кабинетах. И если вы сейчас участвуете в акции, то вы увидите, что эти места, они уже у вас прописаны, вы уже плюс-минус посчитали. Так. Вы уже посчитали, сколько это примерно будет. Дальше. Наша задача сейчас – это внедрить код в блокчейн, чтобы вы все видели, ну, опять же, специалисты среди вас, чтобы они увидели, что действительно все настоящее, что никто там нигде ничего не скрывает, что все действительно внедрено в коде. Вы заметите, у нас в интернете нет ни одного такого плохого отзыва в плане, что у нас там нет технологий, чтобы у нас не настоящие там третья десятка. Понимаете, в чем фишка? Потому что она действительно все есть, мы ее показываем, и регуляторам, и всем, всем, кто приходит с дубиной нас колотить, мы всем говорим, ребят, вот, смотрите. И сразу настроения меняются, сразу становятся все дружелюбные, все хорошие, добрые. Поэтому нам осталось чуть-чуть. Мы сейчас доведем наш план до конца. Мы замахнулись просто на… Мы замахнулись с вами на Али. Мы просто замахнулись на лидерство, чтобы быть номер один на рынке. Мы замахнулись на то, чтобы создать миллиардный бизнес. Мы замахнулись на то, чтобы простым людям, как вы и я, дать реально возможность освободиться финансово. Но многих вы компаний вокруг нас знаете, которые действительно способны на то, что мы делаем. Технологически хотя бы. Возьмем даже те, кто у руля сейчас стоят, тот же эфир, не буду далеко ходить, возьмите топ-10. Никто не может предоставить эту технологию. А площадку, которую мы сейчас запустим, она просто шокирует весь мир. Вы будете ходить сами все в шоке. Вокруг вас все будут ходить в шоке. И со всеми, с кем вы будете говорить, они тоже будут в шоке. Проекты будут в шоке, а то, что они получили деньги. Люди, которые поддержали за то, что у них были в безопасности, что они на этом заработали. Даже на благотворительных проектах. Готовьтесь к тому, что до конца года все будут ходить в шоке, положительном. И вот это вот состояние, когда они сначала сейчас осознают, потому что нет такого на рынке, нет в мире такого. И людям нужно привыкнуть к этому. Вот смотрите, мы работаем с фермами. У каждого есть ферма. Но если я сейчас начну в деталях разбираться и копаться с вами, вы сами увидите, что вы половину не понимаете, насколько классно это место, насколько классно эта ферма, и что вообще такое пассивный доход за 10 лет. Мы вот сегодня с некоторыми лидерами считали, вообще, что ферма приносит. Мы были в шоке. Вы просто уделите время, сядьте, посчитайте, реально. Возьмите, просто сядьте, посчитайте. Так, ну да, про мессенджер. Мессенджер у нас сейчас находятся в заморозке. Я от него не отказался. Этот мессенджер, это одна из самых сильных наших разработок. Да, мы технически с ним вначале не справились. Мы нашли решение, мы сейчас его перезапакуем, скажем так, переформатируем в новой упаковке, с новым технологическим решением, и мы снова с ним придем на рынок. Мессенджер, он себя еще покажет. Мы немножко изменили в нем не то что философию, задачность. То, что мессенджер должен был решить касаемо комьюнити, сейчас будет решать наша платформа. Мессенджер не будет качать настолько комьюнити, ну или, скажем так, будет, но мы не будем ставить такой фокус на собственную разработку. Потому что, ну, Телеграм, Ватсап, это те же Вайберы, с ними тяжело конкурировать в этом. Мы не должны конкурировать именно в технологии мессенджера, мы должны в юзабилити войти больше. И вот на это вот мы сейчас делаем наш фокус. Так что мессенджер тоже никуда не делся, он будет. Сейчас мы только наши глобальные проекты доведем до ума, и мессенджер снова придет. Так. Хорошо, друзья. Значит, важные вещи, которые сегодня стоит отметить, я не буду сильно занимать много времени сегодня, потому что у меня тоже еще встречи, встречи, встречи. Сегодняшний вебинар, в принципе, я хочу посвятить двум вещам. Первое. Во-первых, поздравить всех, кто получил статус, кто вошел в клуб победителей, это очень круто. Вы это почувствуете и будете чувствовать каждый месяц или каждый раз, когда вы будете закрывать квалификацию, и ваша ферма будет увеличиваться, ваш MaxLoad будет увеличиваться без того, что вам нужно будет покупать наш какой-нибудь продукт. Я думаю, вы оцените. Ну, и, конечно, ну, и, конечно, те, кто зашел еще и по акции, к ним будет ферма еще и места залетать каждый месяц очень хорошими, очень хорошими числами. Поэтому я думаю, что данные две недели, которые вы сейчас действительно так энергично участвовали, именно в этом, назовем его, забеге, они свои плоды, конечно, принесут вам очень скоро. Дальше то, что мы сейчас действительно внедряем новый функционал в тот же турбобонус, в тот же инфинити бонус. Мы докручиваем еще некоторые вещи. Ну, и, конечно, сейчас уже пошла активная фаза внедрения кода в блокчейн, что касается и самих мест, и нашей финансовой платформы. Я очень надеюсь вам очень достаточно в короткое время уже что-то, возможно, показать. Посмотрим. Пока нет, но я думаю, что очень скоро. Ну, и то, что вы увидите, мне кажется, вам не просто очень понравится. Вы будете в шоке. Как и я каждый день смотрю на это все дело и в полном шоке. Я не понимаю, как мы... Я понимаю, конечно, да, мы к этому стремились. И я очень благодарен судьбе, что мы действительно дошли до этого рубежа, что мы нигде не сломались, что мы нигде не сдались, что никто ни со стороны, ни откуда-то не смог нас одолеть, как бы кто громко не кричал или громко не шумел. Мы все испытания выдержали, мы прошли, и это на самом деле очень-очень круто. Мы закаленные, опыта немерено, да, мы прошли через все подводные камни, пережили практически всех конкурентов, но и мы очень большие. Мы большие, сильные, у нас классные продукты, и в этом году мы сейчас все их друг за другом запускаем. Вы увидите, насколько мощной платина стала и насколько обширные перспективы откроются и перед вами, и перед нами, и вообще перед нашим сообществом. Хорошо. Видите, я в таком боевом настроении. Так, ну что, значит, я коротко выключу камеру. Секундочку, потому что я вообще не спасил, у меня хоть видно немножко. Так, самое главное – это то, что мы должны немножко внимательнее посмотреть на то, что дает нам наша акция. Акцию, которую я запускаю, и я ее запускаю не просто так. Я хочу, чтобы те преимущества, которые вы получите за счет акции, или которые получат наши клиенты за счет акции, они не только служат вам, они в первую очередь служат нашей всей инфраструктуре. Потому что места – это гарантия того, что наш блокчейн будет жить вечно. Вы когда посмотрите на… Ну, опять же, если, я не знаю, загрузил… Да, вот смотрите, коротко, не буду сильно затягивать. Смотрите, друзья, у нас есть три источника дохода, которые нужно все-таки осознать. Понимаете, бот, который вы уже приобрели, который у вас работает, Minting Unit наш, он вам три года, возможно, уже практически все три года, он вам приносит, приносит, приносит. Но сейчас он насыщает рынок монетами, он сейчас создает перепредложение, повышенное предложение, намного больше, чем спроса. Ну, откуда браться спросу, если сейчас, в принципе, у нас есть такие мегапродукты, такая акция, и бот, он приносит больше, чем человек покупает. Возьмем тот же тысячный пакет, он приносит не тысячу, а полторы, в конце концов. И это достаточно такой серьезный, существенный фактор, который немножко спрос наш сдерживает. Дальше. Плюс, конечно, плюс, конечно, в том, что нашу стратегию мы до конца не смогли развернуть за счет короны. Ну, потому что мы сдвинулись, отменился Дубай, отменились ивенты. А когда стратегия не сыграет, ну, это как в, не знаю, там, как в спорте, да, в футбольный матч. Если команда не сыграла свою стратегию, она просто выходит в ничью, ну, и опять же, там нужно побеждать по очкам. Наша задача, понимаете, у нас преимущество в том, что мы играем за обе стороны, за обе команды. Мы не можем проиграть. Мы и спрос и создаем, и мы его также можем увеличивать, мы можем на него влиять. Спрос, который рождается на рынке, зависит полностью от нас с вами, от вашего настроения, от наших действий, от настроения на рынке, от продуктов, которых мы даем. Вот мы создали продукт, который сам на себя создает спрос. Наша ферма. Мы ее сейчас еще, за счет того, что Minting Unit еще не отключен, да, у нас там 12% все еще присутствует, она не может активироваться в полную силу. Ну, по определенным обстоятельствам. Мы хотели ее сейчас, мы хотели сейчас ее включить в полную силу, но по определенным обстоятельствам не смогли реализовать эту скорость. Потому что наша клиентская база, в принципе, наши клиенты, они не настолько быстрые. Вот у нас есть люди, которые моментально все схватили, и там более 50 тысяч ферм установлено, и они действительно каждый день нажимают, у них там Minting, третья, десятая. И они это все поняли. А есть клиенты, которые в аккаунт два года не заходили, потому что которые сказали, да, мы там, в принципе, закинем денежку, через два года, через два-три года придем, посмотрим, что из нее стало. И таких большинство. У нас 95% наша комьюнити, это все-таки комьюнити из конечного пользователя. Поэтому мы чуть-чуть здесь, конечно, просчитались, плюс добавила корона нам немножко. Но опять же, мы из этого научились, мы поняли, потому что у нас не было такого проверки боя с подобным продуктом, потому что до сих пор все шлось через дэшборд, и это совсем другая скорость. А когда людям пришлось действительно устанавливать приложение, действительно сохранять ключи, сохранять это все, потом загонять коины, действительно нажимать, ну, это дополнительная работа, да, и многие пока говорят, ну, я обожду, пока карта выйдет, третья, десятая. Так вот, наши три продукта, они предназначены именно для комьюнити, которую сейчас мы выстраиваем. Я называю ее VIP, я абсолютно уверен, что комьюнити, которая сейчас сформирована в платинкоин, это элита всего-сего вообще мира платинкоин. Все будет выстраиваться вокруг вас. Предложение, будет спрос, вы будете порождать предложение, а весь мир будет порождать спрос. У вас, они будут приходить к вам и у вас просить монеты, предлагая вам за это деньги. поэтому нужно понять, что эти три источника дохода, они создаются для вас у простых людей, которые придут на площадку, которые придут на терминалы, еще на бирже, еще что-то. У них не будет этих возможностей, ни у кого. Никто не сможет взять и получить места. Просто не будет возможности у них это сделать. Во-первых, они об этом даже знать не знают. Во-вторых, даже если они будут узнать, у них просто не будет технической возможности до этого добраться. Дальше. Так, дальше. Возьмем, ну, ту же ферму, тот же бот, но опять же, те, кто зашли на большие пакеты, они знают, что у них уже 70-80% за то время, если они заходили в самом начале, уже отбилось. Ну, и я думаю, что там в ближайший полгода-год отобьется все. Опять же, если человек давно зашел. Так вот, пока вы пользуетесь этими продуктами, создаете себе финансовую подушку, потому что мы готовимся, вы готовитесь, мы готовимся. Да, мы давно уже идем к этой цели. Но я вот, например, запускал, вот мне вот лично с моими амбициями, с моими возможностями, с моей скоростью понадобилось почти 4 года, чтобы найти решение для реализации краудфандинговой платформы, чтобы мы действительно могли создать что-то уникальное, чего вообще ни у кого нет. Долго? Возможно, долго. Но, скажем так, мы не сидели на месте, мы создали уникальную технологию, мы отличаемся от всех монет на рынке, мы отличаемся и от всех практически сетевых компаний на рынке. И самое, что важно, мы посмотрели в технологию и нашли что-то уникальное, чего ни у кого нет. И что делает нас абсолютно особенными на рынке. Мы увидели блокчейн, вот блок. И в этих блоках мы увидели, что хранятся, опять же, это всем понятно, что там хранятся транзакции, что там хранятся комиссии. Но никто не понял, что эти, что и транзакции, и комиссии, они лежат в специальных ячейках, в специальных блоках. Специальных, назовем их ячейки. Мы их назвали, чтобы не путать блок и блок, мы их назвали места. Как в вагоне, есть вот вагон, это блок, а места, это пассажирские места, на которых можно все сесть и поехать с этим поездом. И именно в этих ячейках хранятся и комиссии, транзакции. Наша задача, почему сейчас у нас там некоперебои идут. Мы вмешиваемся сейчас в этот код. Мы разделяем. Их же нужно еще отделить, комиссии от транзакций. Это просто сгусток чисел. Это нужно все. Это как художник, как я нарисовал, вот только теперь это кодом надо сделать. Мы должны в сгустке кода распознать эти элементы, их идентифицировать, навсегда дать им ярлык, который мы потом отдадим вам и еще скажем блокчейну, что эти места принадлежат вот этим людям. И ты должен платить им всегда. Ты должен обеспечивать этих людей всю свою жизнь. Ты будешь на них работать, не покладая рук каждый день, каждый месяц, каждый год, 10, 100 лет, сколько ты будешь жить, уважаемый блокчейн, столько ты будешь пахать на этих людей, не покладая рук без сна и отдыха. Вот это все мы должны блокчейн сейчас научить. Он же не умеет ничего. У него старые правила, которые кто-то ему заложил, кто его создавал. А кто его создавал, не думал вообще об этом. Ему зачем? И мы единственная компания, мы единственный продукт, мы единственная монета на рынке, которая действительно пошла в это направление, чтобы это, и мы отдаем это вам бесплатно. Мы просто сказали, вот, потому что продукты, они так и так продаются. Ну что, мы эти продукты сколько уже продаем? И они идут, как горячие пирожки, без разницы. Акция, не акция, они всегда идут. Да, даже вот мы сейчас, вроде у нас сейчас кризис, корона, а мы каждый месяц делаем, мы каждый месяц делаем рекорд. Каждый следующий месяц, вот этот месяц, опять рекорд. самый прибыльный, самый такой растущий месяц в этом году. Я в прошлом году, я в прошлом месяце то же самое говорил, а мы в этом месяце еще победит он. А следующий месяц будет еще круче. Поэтому, как только мы покажем площадку, так мир вообще выпадет в осадок, а мы готовимся к этому. И сейчас мы в блокчейне эту функциональность прописываем, и нам нужно чуть-чуть, чтобы дали нам времени, чтобы набрались терпения, набрались, вздохнули поглубже, потому что это процесс, и нам через него нужно пройти. Займет он 3 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев. Мы сейчас не можем точно сказать. Наш план 3-6 месяцев мы обозначили. С биржи мы только пока ушли с одной, с битфорексом. Ну, вы сами видите, что они вытворяют. На одной бирже это, на другой там 17 уже. И сразу началось то, о чем я говорю, сразу курс начинает. Но опять же, мы сейчас не будем сюда вдаваться. Как только мы идентифицируем все места, потому что нам нужно, понимаете, это же наша блокчейн, мы же ее должны прописать. Мы должны все блоки найти, в этих блоках описать все места. Мы должны каждому идентификационный номер дать. Этот номер мы должны привязать, потом будем, к каждому человеку. И каждый человек должен быть уверен на 100%, что технология обеспечивает его безопасность, что завтра эти места не будут отданы какому-то другому человеку. Понимаете, насколько важна и кропотлива сейчас работа? Что этот человек знает, что это его, что никто не придет, не перепишет код, никто не придет, не даст, не знаю, что не сделает никакую подмену, или не будет какая-то ошибка, или еще что-то. Это важные вещи. Поэтому мы сейчас очень кропотливо работаем над внедрением и вот именно этого функционала в блокчейн, которого просто сейчас не существует, его никто не сделал. Мы его придумали и мы его внедряем. Это к тому, что а будет ли или не будет, а получится или не получится. Друзья, мы уже расшифровали блокчейн. Понимаете, насколько мы крутые, насколько наши техники, насколько наши инженеры, способные ребята, то, что придумал анонимный гений, мы уже в это вникли, ни одной монете даже в голову не приходило. Ну, правильно, зачем? Лучше же на трейдинге зарабатывать. Зачем людям что-то давать? Но, опять же, это все сейчас немножко отступление. И мы запаковали вот этот функционал в акцию. Почему? Потому что мы хотим, чтобы вы зарабатывали на местах. Я хочу, чтобы у каждого, кто имел одно место в блокчейне, чтобы к нему, вот что бы у него не произошло, не знаю, проигрался в карты в ноль, обанкротился, я не знаю, все потерял, все забрали. Ну, не дай бог, конечно, да, я вот сейчас самый страшный сценарий пишу. Не знаю, пришел банк, за долги отобрал все. Вот, ну, сколько таких семей. Просто. Понимаете, в чем дело? Если вы, как родитель, накосячили, вы же даже ребенку не сможете ничего в наследство оставить, потому что они за долги все заберут, а место не заберут, не смогут. Если вы его не отдадите, у вас насильственно отобрать его невозможно. Вот в чем. Я пытаюсь вам, понимаете, у вас в жизни, не знаю, наверное, нельзя отобрать только знания ваши, ваш опыт, да, что у вас в голове. Это единственное, что нельзя у человека забрать. А теперь еще и место нельзя забрать. Понимаете? Потому что, ну, опять же, если вы самостоятельно его не отдадите, это уж другой вопрос. И то, мы работаем над механизмами, и разрабатываем механизмы, чтобы даже там, даже если вас под прессом забирают это место, то вы все равно его не отдадите. Но, опять же, это уже следующее. Для чего оно нужно? Да потому что, чем, допустим, чем больше у вас мест, тем больше вы взорваете. Допустим, у вас одно из мест. Что это значит? При обороте в 100 миллионов разделить на 20 тысяч мест, активных, да, мы, опять же, есть активные, есть пассивные места. Пассивные не приносят ничего. Да, они, главное, ваше место должно быть активным. Но, когда мы запустим места, я вам научу, как держать места активными, вы сразу сможете это все внедрять. 25 платинкоинов при этом расчете в одном месте каждый месяц. по 5 это 125 евро, по 10 250, по 50, но я не, опять же, вы же, я здесь не учитываю сейчас еще 30% на это, на эти платинкоин. Просто говорим, что стоит место. Если у вас 6 мест, то у вас уже 150 монет прилетает. опять же, ваш доход растет. И если у вас 12 мест, то у вас 300 монет прилетает каждый месяц именно по этому расчету. Если количество транзакций увеличивается, если оборот в монетах увеличивается, например, у нас был месяц, самый интересный, 700 миллионов был оборот. если бы у нас эта технология была уже, а у нас будет еще и больше будет. Если бы было, если бы, если бы вы были, если бы места работали уже сейчас, и вы бы были их владельцем, они были бы активны, вы бы сейчас за 12 мест, это 2100 монет при таком обороте. И они не печатаются, они ни у кого, не забираются, не изымаются. Это просто собранная комиссия, которая разделена на владельцев мест. Это десятка в месяц может быть просто при нынешнем курсе или 20, или 100. Опять же, понятно, к этому нужно прийти, но мы над этим работаем. У нас есть механизм, которого нет ни у кого, который может увеличивать наш спрос как мы пожелаем. Потому что я рассказывал, чтобы проекту получить деньги, ему нужно заморозить пятикратное в монетах. Если он хочет 100 тысяч получить, значит, он 100 тысяч евро. Он должен 100 тысяч монет заморозить со своей комьюнити, со своим сообществом, со всем. Это пятикратный спрос. И если мы увидим, что этого недостаточно, мы сделаем десятикратный спрос. Представляете, что это на спрос на рынке. Вот мы сейчас начнем, платформа начнет работать, вы увидите, что такое один к пяти спрос. Это же просто рычаг. Неимоверный. Потом мы его можем увеличивать как хотим. Плюс проекты сейчас будут начинаться от шести месяцев. Заморозки. Шесть месяцев. Представьте, миллионы монет будут заморожены вдруг на шесть месяцев. А может на год. Разные проекты. Один проект собирает 2000 евро, а другой собирает 2 миллиона. Это тоже качество проектов. Тут тоже наш рычаг, все на спрос. И вы свои монеты из фермы не будете доставать. Потому что зачем вам рисковать и получить возможно 10% наверное не гарантированно при участии в проекте. Если вы можете спокойно ничего не делая, наблюдая как это все развивается и растет, получать свои 30% в следующие 10 лет без какого-то риска или без каких-то действий, которые вам нужно предпринимать. Значит все действия будут принимать как я сказал комьюнити вокруг вас. Эти проекты приведут людей. Мы сегодня разговаривали с человеком. У него большая газета немецкая. У него охваты огромные. И у него своих проектов с десяток очень крутых. Действительно один из его проектов я сейчас расскажу. Я надеюсь, что он разместит этот проект у нас на платформе. Это пластик, который не пластик. В принципе можно специально есть вещество, из которого готовятся бутылки, вот эти все боксы, которые очень легко перерабатываются. Вот пластик делается, его же потом куда девать. Он заполонил уже нашу землю. А человечество может перейти на этот ресурс, который очень легко перерабатывает. Он выглядит как пластик, он такой же устойчивый, но это не пластик. это просто феноменальные вещи. Или там есть у него тоже проект очень классное моющее средство. Вот мы заливаем в наши стиральные машины тонны этого отбеливателя, что там, я не знаю, я много не стираю, поэтому не разбираются там сильно. А там у него технология просто вот крышечка от бутылки, от минеральной воды, вот сколько туда помещается, вот туда наливается жидкость, добавляется она полностью заменяет все порошки, вот эту всю ерунду. Ну это же просто феноменальные вещи какие-то и стоят три копейки. Опять же, и там с десяток таких крутейших проектов. И плюс у этого человека есть своя газета, он может собирать сотни тысяч людей, и плюс, конечно, изобретатели, которые давно-давно-давно ищут деньги. И это только несколько контактов. я просто говорю о том, что какие перспективы у нас сейчас открываются. Я лично, я сейчас в Германии, сейчас в Берлине, ну сейчас в Штунгарде, но в Берлине. Моя задача будет простая, я пойду во все стартап-центры, я пойду их хантить, я пойду приносить проекты. Также у нас есть инвесторские клубы в этих самых, мне стоит сделать там несколько презентаций. Я знаю уже, какая будет реакция, я уже сейчас пробные вещи сделал. Люди в шоке. И мы будем, нам будет очень хорошо, нам будет нравиться приводить других людей в абсолютный шок. Ничего отойдут от шока. И когда они отойдут, у них начнет, у них включится голова, и они начнут думать, как они могут использовать эту площадку себе во благо. А все, что они делают себе во благо, кому идет во благо, правильно, вам. Потому что вы являетесь спонсорами монет. Ни у кого же монет нету, друзья, только у вас. Мы вас сейчас затариваем, потому что больше монет ни у кого нету. И этот момент, как говорится, момент истины, он идет, он все ближе, ближе, ближе. И понесла. Самое главное сейчас вот эту фазу не пропустить. Знаете, главное не пропустить. Над этим я призываю вас работать. Это стройте ваши команды, закрывайте ранги, за все ранги даются монеты. Вам, опять же, не захотите иметь эти монеты, рынок у вас их заберет с руками и ногами заберут. То, что сейчас у нас немножко произошло из-за отмененных ивентов и вообще то, что в мире произошло, так со всеми произошло. Компании позакрывались, которым по 50, по 60 лет с минусами в 10 миллиардов, в 14 миллиардов. Я, например, долгое было время в России. Вы посмотрите, что вокруг творится. все сотрудники, большинство сотрудников сидят на половиненных зарплатах дома. Компании, которые поколениями выстраивались, вынуждены объявлять банкротство. Бизнес практически потерял такие колоссальные вещи. Пекин опять закрыли. Нормально? Они закрыли. Почему? Потому что вторую волну ждут. Нашли вирус, который от этого отличается. 15 человек у них плюс-минус. Надо перепроверять информацию. Сейчас по первым этим. Германия планирует закрывать кино, рестораны третья-десятая. Мы с вами в этом живем. Оно может завтра закончиться, а может не закончиться. Мы создаем продукт, который даже от этого не зависит. Допустим, хоть что происходит в мире. У вас будет все хорошо, потому что люди всегда будут хотеть кушать, они всегда будут хотеть развлекаться, они всегда будут хотеть обучать, сами обучаться. Видите, какой тренд. Ну и, конечно, на все это им нужны будут деньги. Постоянно нужны будут деньги. Мы создаем с вами рынок. Создаем тот источник денег, денежной массы, которого так не хватает людям. Инвесторы получат источник, где они действительно могут зарабатывать не 0, каких-то там 12%, 0, 0, какие-то проценты, как они в банке. Конечно, у каждого инвестора есть своя стезя, куда он инвестирует, плюс-минус, где он все разбирается. Но и там они также понимают, что там очень рискованная такая же вещь. Даже недвижимость уже не выдает таких рендитов, такой прибыли, которые она давала раньше. Практически ни один инструмент на рынке не дает того, что он давал год, два, три назад. В этом вся вещь. Ну и плюс в эти инструменты простым людям нам с вами не попасть. Ну, у вас много есть биржевых инструментов вообще в руках? Много недвижимости, много у вас там пассивных источников пассивного дохода. Просто спросите у себя, что у вас есть? И что будет через пять лет, через десять лет? Ну, если он сейчас наши ресурсы не брать, наши продукты не брать, а где взять, где получить, какое будущее? Мы стараемся делать все просто, маленькими усилиями, маленькими деньгами можно было начать хоть что-то создавать, потому что хоть что-то всегда лучше, чем ничего. И из этого, знаете, я тоже начинал с маленьких шагов, с мыслей, с движения, и потом получилась такая компания, которая сейчас. И мы дальше идем, так же маленькими шажками, просто еще дальше, еще выше, и вы идете вместе с нами. мы идем вместе этим путем, и мы на него практически добрались. Чуть-чуть, чуть-чуть мне нужно, чтобы запустить платформу, и потом мы посмотрим, чего мы стоим, потом мы посмотрим. хорошо, друзья. ладно, у меня так, посмотрим, что у нас есть в чате. Так, по наследству подарок с владельцем, вообще, для этого будет все, это будут специальные процедуры, вам это будет возможно. да, что делать с T-Cash, ничего не делать с T-Cash. T-Cash это внутренняя единица, которая не предназначена для выплаты или еще что-то, это внутренняя единица, которая была предназначена только для покупки продуктов. Это единица из далекого-далекого времени, она осталась еще в системе, все, что свыше 100 евро может использоваться для покупки тех же продуктов, то, что меньше, там, крохи какие-то остались, мы, когда совсем уже полностью, у нас еще достаточно большое количество T-Cash в системе, сейчас он подразходуется, мы предложим вам процедуру, процедуру, чтобы полностью вывести T-Cash из системы. Пока он присутствует, но ничего с ним не можем сделать, это просто внутренние, внутренние пункты, да, они не имеют денежного эквивалента. Да, конечно, все места по акциям будут учтены. Друзья, если у вас есть возможность взять себе хотя бы одно место, участвовать в клубе или еще что-то, нужно это делать, потому что таких возможностей в будущем не будет. запустив запустив площадку, мы полностью сфокусируемся именно на росте спроса за счет площадки, это будет, но это будет, это будет нечто. Я думаю, что проекты, которые мы будем реализовать на этой площадке, будут заходить вам в душу, будут заходить вам в сердце. Вы не сможете просто так не непричастно смотреть на то, что там происходит. Это будет вас радовать, вдохновлять, давать вам энергии, показывать, что в мире есть хорошие вещи, что не все построено просто на купи-продай, а что действительно вы являетесь частью чего-то огромного, великого и хорошего. Вот с такими идеалами, с такими ценностями мы выстраиваем эту инфраструктуру, наш бренд, нашу монету. Легче всего сделать что-то, быстро продал, быстро купил, кто-то сделал X, кто-то потерял и еще что-то. Пусть хоть кто-нибудь из всего криптомира покажет стратегию, похожую на нашу, которая хочет, чтобы у всех людей было хорошо, чтобы не было этого раздевания. Это же неправильно. Не для этого крипта делалась, не для этого делался блокчейн. Я абсолютно уверен, что блокчейн и криптовалюта делалась не для того, для чего она сейчас используется. Не для этого. Я абсолютно уверен, что она делалась для того, чтобы дать свободу людям, дать свободу бизнесу, дать свободу экономикам. Вы же видите, все это уже поймано в кризисе. Но один кризис идет за другим. Каждый кризис идет хуже предыдущего. И сценарий повторяется и ухудшается, а мы-то с вами что будем просто сидим и смотрим. Я считаю, что пора менять. И нормально, в нормальных условиях у нас нет с вами инструмента, чтобы что-то сделать, чтобы выйти и сказать, а мы против, а мы не хотим так, мы хотим по-другому. У нас нет с вами инструментов. Никаких. Ну что мы можем сделать? Что мы затаримся с золотом тоже не пройдет, потому что вы просто об этом не знаете, но у правительств есть, ну во всяком случае в Европе точно, когда они объявляют особое положение, то правительство имеет право изъять все золото, которое есть у народа. Ничего не защитит. А как сказать, что мы не хотим, что ну хватит, ну сколько можно? И я абсолютно уверен, что именно для этого была сделана блокчейн. Я абсолютно уверен, что именно эта технология была создана, чтобы изменить наш мир, чтобы выйти вот из этого колеса, потому что мы с вами в колесе пойманы и бегаем, люди все, и на самом деле наша экономика в этом же колесе просто нам больше. То есть государства погрязли в долгах, они друг другу должны. Понимаете, это все построено именно на этом. Блокчейн способен дать прозрачность. Если придет прозрачность, придет честность в игру, не будет этих всех махинаций. Им нужно это внедрить. И они, я имею в виду большие игроки в нашем мире, они поймут это. Через боль они это все поймут. Еще раз упадут, еще раз, еще раз, банкротиться будут. Все равно они эту технологию внедрят. Потому что нет выхода. Выход она. И эта технология будет круче интернета. Потому что это следующее поколение на самом деле интернета. Ну, а у нас там есть еще один классный, классная идея, как сделать, чтобы интернет и блокчейн работали еще и вместе. Но об этом я вам не буду говорить, потому что это сейчас, мне кажется, просто захлестнет вас волной эмоций. Это потом. Это наш следующий большой-большой проект, который, опять, не буду говорить, все, проболтался чуть-чуть, ладно, не буду. Так, так что, друзья, мы с вами не просто крипта, мы не делаем следующий коин. Сколько этих коинов на рынке? Тысячи. Ну, кто хочет играться ими, ну, пусть идет играется. Мы не делаем с вами, мы не делаем с вами монету, мы не делаем с вами коин, мы не делаем с вами крипту, мы создаем пассивный доход для вас, чтобы у вас, у каждого была финансовая подушка. Мы должны сделать это, чтобы, чтобы не кризис, чтобы не увольнение, не разорение, да хоть что случится в этой жизни, а вы все через многое прошли. Я абсолютно, не только я один через это прошел. Я уверен, что каждый, кто меня слушает, столько хлебнул за последние 10, 20 или дольше лет, мало не покажется. И я хочу создать, создать такой инструмент, чтобы нам не приходилось больше через это проходить, чтобы нашим детям, у меня четверо, чтобы наши дети не проходили через это больше, чтобы никто не мог их окунуть, понимаете, никто. Только потому, что мы не можем ответить. У нас есть технология, чтобы от этого защищаться, и мы сами ее строим. Никто нам ничего не даст. Никто не придет и не скажет, уважаемые друзья, вот вам, держите, вы самые красивые, вы самые хорошие, мы для вас сейчас все сделаем, ничего подобного. Придут, последние захотят забрать. А мы защищаемся сейчас. В принципе, мы делаем инфраструктуру, мы делаем, мы делаем фундамент для того, чтобы все, кто придут, вот с чем они пришлись, тема уйдут. А с нами будет все хорошо. Может быть, это слишком идеологично, может быть, это слишком, вы скажете, ну, Алекс, мечтатель. Да, да, это моя мечта. И я к ней всеми силами стремлюсь. Я ее добьюсь. Потому что у меня есть технология. Не просто какие-то мысли. У нас самая крутая технология, которая есть на рынке, которая есть в мире. Те, кто этого еще не понимает, они поймут. Они придут и станут пользоваться. И они не смогут этому сопротивляться. Потому что, когда технология работает, вы не можете этому сопротивляться. Когда вы нажимаете на кнопку, прилетает золотое число, вы не можете этому сопротивляться. Даже мы сейчас сделаем такую технологию, что вам даже нажимать на кнопку не надо будет. Понимаете, что, ну, опять же, я сейчас опять немножко проболтался. Мы работаем над тем, чтобы вам было удобно и безопасно. И чтобы наша монета была номер один. Она просто так не станет. Сравнивать нас с биткоином, ну, пожалуйста, кто хочет, пусть сравнивает. Поговорим через два года. Через два-три года поговорим. Потом будете... и все скажут, что мы знали, что у вас все получится. Я вам точно говорю. Все, кто сейчас, возможно, сомневаются, все, кто сейчас, говорят, что, ну, не знаю, надо посмотреть. Да не, куда вам... кто вы вообще? Что вы решили, что вы что-то можете? Все уже создано в мире. Все уже придумано. Ну, куда вы лезете? Мы же слышим это каждый день. Но это не наши с вами страхи, это их страхи. Тех людей, которые не могут себе представить. Мы не просто можем это себе представить, мы уже себе это представили, и мы это создали. И сейчас мы это внедряем. Да, внедряем. Ну, что? Технология сложная. Первопроходцам быть тоже тяжело. Мы свою порцию по голове должны получить. Мы ее получаем. Но мы выдержим все. И через все пройдем. Мы уже прошли. Понимаете, мы уже с вами самые крутые на рынке. Сейчас осталось это просто миру показать. Вот вопрос в чат. Кто видит, что мы самые крутые на рынке? Просто напишите. Кто видит реально, что наша идея самая сильная? Что наша монета должна быть номер один? И я не говорю, что мы тут все фанаты или еще что-то. Просто, понимаете, способность видеть вот эту энергию, это будущее, она же есть только у нескольких, ну, не у многих людей, у одного, там, двух, трех процентов вообще всего, во всем мире. И я знаю, что у нас в комьюнити собрались именно такие люди. Сейчас говорят, да к нам не идут все подряд, да и слава Богу, что к нам не идут все подряд, потому что у нас сейчас настолько уникальная технология, настолько прорывные вещи, люди не способны еще это представить себе. Так будут пользоваться, они будут тыкать на кнопки, они будут получаться, они будут довольны, и будут говорить, вау, как круто. А мы с вами будем знать, чем, понимаете, каким трудом это нам удалось. Но мы знаем, что это работает, что это наше. И самое главное, у вас у всех монеты, фермы, места, боксы и тому подобное. В этом вся фишка. Когда другие будут тыкать и говорить, вау, как круто, каждый раз, кто кто-то будет тыкать на кнопку, вы будете зарабатывать. Каждый раз, когда кто-то скажет, я хочу, вы будете зарабатывать. Каждый раз, когда кто-то скажет, слушай, ну а как мне? Вы будете зарабатывать. Каждый реализованный проект, каждая спасенная жизнь, каждая построенная церковь, вы будете зарабатывать. Фух, хорошо. я хочу в таком будущем жить и создавать такие крутые вещи. Я хочу. Ладно, друзья, давайте на сегодня пошел я работать, чтобы это будущее свершилось еще быстрее. Вам показываю видео, участвуйте в акции. Очень крутая вещь. Спасибо, друзья. Друзья, мы объявляем грандиозную промо-акцию. Уверены, что она станет легендой. Для того, чтобы как можно больше людей могли получить доступ к новейшим технологиям и повысить качество своей жизни вместе с платин-коин, мы собрали все наши суперпродукты вместе и объявляем промо, которое станет по-настоящему легендарным. Limited Edition Legendary Promo Legendary Promo позволит за один раз получить все топовые продукты платин-коин. Признаемся, мы сами завидуем участникам этой акции. Пожалуй, никогда еще промо-платин-коин не были настолько выгодными. Итак, внимательно читайте условия акции. Пакет Limited Edition Plus Double Pack стоимостью 1070 евро позволит вам получить одно место в блокчейне, один Power Minter Promo стоимостью 110 евро и дебетовую карту платин-коин. Пакет Limited Edition Premium Double Pack стоимостью 5350 евро, 6 блокчейн-мест, 6 Power Minter Promo стоимостью 110 евро, PLC Secure Box стоимостью 6000 евро, а также дебетовую карту платин-коин. Пакет Limited Edition платин-дабл-пак стоимостью 9951 евро, 12 блокчейн-мест, 12 Power Minter Promo стоимостью 110 евро, PLC Secure Box стоимостью 6000 евро с гарантией 20 лет и дебетовую карту платин-коин. Спешите! Чем больше у вас мест, тем больше ваш пожизненный доход. Купив Limited Edition Platin Double Pack, вы получите 12 блокчейн-мест. Рекомендуем вам поспешить, если вы хотите получить максимум от самой щедрой в истории платин-коин акции. Акция – это уникальный шанс получить лучшие товары платин-коин по привлекательной цене, обеспечив тем самым себя пассивным доходом на долгие годы вперед. Спешите воспользоваться уникальной возможностью стать совладельцем блокчейна платин-коин и на всю жизнь обеспечить себе доход со всех транзакций PLC. Что вы получите? Платин-коин – единственный в мире криптовалютный проект, который позволяет партнерам приватизировать места в блокчейне. Владельцы мест в блокчейне получают пожизненный доход в виде комиссии на все транзакции платин-коин, которые ежеминутно производят сотни тысяч пользователей по всему миру. Приобретение мест в блокчейне дает право зарабатывать на всех операциях в блокчейне на выплатах комиссионных, оплате продуктов, на вводах и выводах в биржах, на всех транзакциях в посттерминалах и криптоматах и, конечно же, на миллионах минтинговых транзакций. Кроме мест в блокчейне вам будут доступны все преимущества нашего бестселлера продукта Double Minting Pack. Это сложный технологический продукт, позволяющий заработать до 30% годовых. Акция беспрецедентна тем, что она дает возможность получить все продукты, созданные инженерами платин-коин для непрерывной генерации пассивного дохода. Например, PLC Secure Box – уникальное устройство, заменяющее большие и энергозатратные криптофермы. Box добывает новые коины с помощью технологий минтинга, используемой во всех наших продуктах. Для того, чтобы успешно использовать PLC Secure Box, не нужно обладать специальными знаниями. Транзакции происходят автоматически, без участия пользователя. А в отличие от других продуктов платин-коин, в боксе нет ограничения по MaxLow. Вы можете загрузить бесконечное количество коинов в устройство. Бокс будет добывать для вас 10% от этой суммы в год. Еще один суперпродукт, который вы можете бесплатно получить по акции, это PLC Debit Card. Она представляет собой дебетовую карту, которую можно пополнить коинами PLC, биткоинами или фиатными деньгами и совершать с ее помощью покупки по всему миру. Хотите навсегда закрепить за собой право получать доход от всемирного оборота платин-коин? Если ваш ответ «да», скорее участвуйте в акции. Выбрать и приобрести подходящий вам пакет вы можете в личных кабинетах. Платин-коин. The time is now. Субтитры создавал DimaTorzok